Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе два словаря и справочник руководителей научного центра Абхазской энциклопедии рассказали о ближайших планах. Налаживать сотрудничество ТПП Абхазии о поездке в Болгарию. В рамках проекта Итабу Паяйра за благотворительный аукцион в Сухуме. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает за дальнейшее углубление дружественных и солидарных связей между Венесуэлой и Абхазией и подтверждает волю к совместной работе, направленной на упрочение многополярного мира и защиту национального суверенитета, справедливости и мира между государствами. Об этом говорится в письме Николаса Мадуро, направленном президенту Республики Абхазии Раулю Хаджимба по дипломатическим каналам. Николас Мадуро подвердил непоколебимую приверженность поддержке международного признания Республики Абхазия и поблагодарил Рауля Хаджимба за поздравления по случаю переизбрания его в качестве президента Боливарианской Республики Венесуэла. В воскресенье 24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. По всей стране было открыто 180 тысяч избирательных участков. Пять представителей абхазской диаспоры в качестве кандидатов в депутаты приняли участие в выборах. Как сообщил нам министр по репатриации Беслан Дбар, в парламент Турции прошли двое. Ингин Таскуачипа Пабба, действующий депутат, который баллотировался от провинции Сакария, и представитель национальной партии Турции Мухаммед Яшба из города Адапазар, самый молодой из кандидатов от абхазской диаспоры, 22-летний юрист по образованию. Всего на выборах в Турции имели право проголосовать 56 миллионов три десятых избирателей. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о назначении с фирмой ТОП начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству и архитектуре. Другим указом главы государства Адамыр Ахуба назначен начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру. Вопросом подготовки к курортному сезону было посвящено совещание, которое провел сегодня вице-премьер Республики Абхазия Даураршба с представителями соответствующей комиссии. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров. Был рассмотрен ряд вопросов по осуществлению технического надзора за транспортными средствами, соблюдению санитарных норм в курортных объектах, безопасности туристов и соответствии нормам безопасности объектов размещения туристов и мест массового посещения. Участникам совещания были даны поручения по определению круга актуальных задач в срок до 27 июня. Делегация ТПП Абхазии во главе с ее президентом Тамилой Мирцхулава побывала с четырехдневным рабочим визитом в Болгарии. Об итогах поездки представители ТПП Республики рассказали сегодня на пресс-конференции в Сухуме. 18 июня состоялась двусторонняя встреча президента ТПП Абхазии Тамилы Мирцхулава с президентом ТПП города Варна Иваном Табаковым. Во встрече также приняли участие предприниматели, представляющие разные сферы бизнеса. Представители ТПП Республики Абхазии презентовали фильм о нашей стране, в котором был представлен ее экономический, инвестиционный и туристический потенциал. По словам Тамилы Мирцхулава, презентация вызвала большой интерес среди участников встречи. Стороны отметили важность первого этапа развития двусторонних торгово-экономических отношений. Для нас город Варна и торгово-промышленная палата этого города уже являются таким своего рода партнером в целях взаимодействия и расширения уже существующих контактов между предпринимательским сообществом Абхазии и Болгарии. Встреча проходила в здании торгово-промышленной палаты Варны, на которой присутствовали как члены правления ТПП, так и заинтересованные предприниматели, которые знали о нашем приезде и проявили интерес и пришли на данную встречу. Делегация из Абхазии также посетила столицу Болгарии Софию. Здесь Тамила Мирцхулава подписала соглашение о сотрудничестве с генеральным секретарем Союза частного экономического предприятия Болгарии Виолиной Наковой. Стороны выразили уверенность, что соглашение станет импульсом к развитию взаимодействия между Абхазией и Болгарией. Прошла очень хорошая встреча продуктивная, где нам было предложено провести презентацию нашей республики. Мы показали очень хороший фильм получасовой, который изготовила ТПП Абхазии, по итогам и просмотрам которого задавались разные вопросы, на которые мы отвечали. Интересовались логистикой, страхованием, товарооборотом, существует ли он или нет между Абхазией и Республикой Болгарии. Тамила Мирсхулава отметила, что товарооборот между двумя странами составляет более 130 миллионов рублей в год. И в Абхазии и в Болгарии выразили желание скорейшего перехода из представительских отношений в партнерские. Делегация из Абхазии в рамках поездки также посетила один из винных заводов в Болгарии. Руководство завода предложило абхазским виноделам закупать оборудование в Болгарии. Состоялся еще ряд встреч с представителями болгарской и российской торгово-промышленных палат. Не так давно в Абхазии создан государственный научно-исследовательский центр «Абхазская энциклопедия». Сегодня на площадке Арсмира его руководители рассказали журналистам о целях, задачах и планах нового центра. Репортаж Ирина Аршба. Научный центр «Абхазская энциклопедия» был создан в конце марта этого года постановлением Кабинета министра в Абхазии. Главной задачей центра является создание национальной энциклопедии, в которую войдет вся информация, имеющая отношение к Абхазии. Это будет полидисциплинарное издание, которое должно стать своего рода визитной карточкой страны и народа. Иметь национальную энциклопедию это значит утвердить определенный уровень развития научного, социального и инвестиционного развития нашей страны. Во всех странах энциклопедия «Британика», «Ля Русс», большая советская энциклопедия, первые издания, нынешнероссийская энциклопедия, это как бы такие директуальные визитные карточки стран и народа. Не все готовые общества к созданию национальной энциклопедии, но Абхазия достигла такого уровня, когда мы готовы взяться за эту работу и представить миру национальную энциклопедию Абхазии. У научного центра уже есть определенные планы. В течение двух лет должны быть подготовлены к изданию краткий абхазский энциклопедический и историко-биографический словари, а также справочник «Кто есть кто» о ныне живущих, выдающихся деятелях Абхазии. Конечно, все три проекта мы одновременно не можем делать, но я уже говорил о том, что биографический словарь мы делали более 10 лет, а здесь мы хотим это реализовать за достаточно короткое время. Два года. Конечно, мы будем собирать материалы для биографических словарей, для справочника «Кто есть кто», но в основном мы сосредоточим внимание на первом проекте. Вот, например, значит, вот он, словник составлен, есть более трех тысяч слов, примерно определены авторы каждой статьи. Работа уже начата. К работе над изданиями будут привлекаться как ученые абхазских научно-исследовательских институтов, так и зарубежные специалисты. До Российской Федерации, может, не все знают, но там сложилась небольшая, но достаточно интересная работающая группа абхазоведов, которые интересуются нашим проблематикой и прошлым, и настоящим Абхазией, которые работают, печатаются, приезжают сюда, здесь работают, и порой значительно углубляют наши знания по тем проблемам на откровении работы. Мне кажется, вполне справедливо будет пригласить и этих ученых, чтобы они приняли участие в написании абхазской энциклопедии. Это будут сотрудники Института археологии Российской Академии наук, Института востоковедения, Института этнологии и антропологии, Института международных и экономических отношений. Вполне возможно, что участие в написании примут и некоторые представители нашей диаспоры в Турции. Мы тоже хотим предложить людям, которые занимаются наукой там, может, еще дальнего зарубежья. Все три книги будут изданы на русском языке. В дальнейшем планируется перевод на абхазский и английский языки. По предварительным подсчетам, бюджет на выплату гонораров за научно-исследовательские работы составит порядка 750 тысяч рублей в год. Что касается тиража изданий, то этот вопрос пока не решен, так как зависит от финансирования. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В Сухоми состоялся благотворительный аукцион Итабупа Яйраза, который был приурочен к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Мероприятие было организовано благотворительной общественной организацией Киаразы. Собрало около 400 тысяч рублей, которые были направлены в помощь многодетным семьям подопечным организацией. Перед началом аукциона собравшимся был продемонстрирован фильм о многодетных семьях ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, подопечных благотворительной организации Киараз. Отец, который воевал, был бесстрашным воином, славился храбростью, может быть бессилен перед тягостями судьбы. Ведь нельзя оставлять человека одного, нельзя быть равнодушными и нельзя осуждать детей за бессилие или дурной образ жизни их родителей. Мы надеемся, что сегодняшние мероприятия станут переломным моментом, и многие посмотрят на Киараз, как на организацию, которая решает сложные проблемы общества. В благотворительном аукционе и табуб Айайразы приняли участие представители крупных торговых предприятий, рестораторы и бизнесмены. Были выставлены картине 39 известных и начинающих абхазских художников. В итоге было собрано более 400 тысяч рублей. Все средства будут переданы в благотворительную организацию Киараз, которая будет оказывать поддержку своим подопечным, семьям ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Конечно, хотелось бы поблагодарить абсолютно всех, кто нас поддерживает, потому что, когда ты занимаешься благотворительностью и сталкиваешься с людьми, ты понимаешь, что, оказывается, на самом деле, добрых людей очень много и все готовы тебя поддержать. Очень важно, когда есть идеи и очень важно, когда есть те люди, которые готовы поддержать эти идеи. И я могу сказать, что все мероприятия, которые мы проводили в общественной компании Итабуп Аяйроза на протяжении этих трех месяцев, у нас три мероприятия, все они прошли успешно. Общественная благотворительная компания Итабуп Аяйроза включает ряд благотворительных мероприятий, которые будут проходить с марта по сентябрь текущего года. Ее цель – обратить внимание общества и государства на проблемы ветеранов, оказать им необходимую помощь и поддержку. В течение месяца в Сухумском доме юношества проходила кампания по защите продвижению прав ребенка в Абхазии. В минувшие выходные на набережной Махаджиров прошло ее закрытие. В мероприятии приняли участие дети из разных молодежных клубов страны. Подробности в нашем следующем сюжете. На набережной Махаджиров в парке Баграта Шенкува много детей и молодежи. Здесь представлены молодежные группы Гулрыбша, Гуарчи, Дранды и Сухума. Для каждого есть занятие. Чтобы создать особое настроение, самым маленьким участникам тут же наносят красочный аквагрим. Дети чуть постарше с помощью квеста изучают правила дорожного движения, а старшеклассники принимают участие в увлекательном квесте на знание родного города. Квест – это такая удивительная образовательная форма, замечательная. Так можно даже некоторые уроки проводить по истории, по географии, сам по литературе, самые разнообразные уроки можно проводить, используя форму квеста. Это увлекательно. Они ищут много материала сами, они находят информацию сами, им дается новая информация самим ребятам. Поэтому это очень хорошая форма. Мы ее опробировали не первый год. Общественная компания по защите и продвижению прав ребенка в Абхазии стартовала в СДЮ более месяца назад. Компания проводилась в партнерстве с Международным детским фондом ООН и шведским агентством по развитию. В рамках компании было проведено около 20 мероприятий. Это тренинги, мастер-классы, экскурсии. 18 молодежных клубов из всех районов Абхазии были задействованы в этих мероприятиях. Своего рода фотоотчет о проведенной работе был выставлен здесь же, на набережной Махаджиров. Причем фото были сделаны участниками мастер-класса по фотографиям. И все эти мероприятия направлены на то, чтобы дети знали и понимали, что у них есть права и обязанности. Ребенок у нас сегодня много чего знает. Но откуда он получает информацию? В основном, конечно, из средств массовой информации, телевизор, интернет уже стал таким общим местом для развития. Но очень важно, чтобы мы, люди, живущие в Абхазии, своим примером и своим достойным поведением, вот как-то все-таки старались, чтобы дети понимали, что у них есть права и у них есть обязанности. И это важно, потому что только хочу, только мне можно, только мне надо. Это не то, что мы хотели бы, чтобы в наших детях воспитывалось. Это и в традициях абхазского народа. Обязательство, обязанность идет рядом с правом. Дети от 5 до 17 лет воспитанники Сухомского дома юношества, в котором каждый может найти занятие по душе. Кроме посещения интересных кружков и приобретения различных навыков, воспитанники СДЮ находят здесь новых друзей, становятся более открытыми и общительными. Дом юношества – это как бы самое лучшее и светлое место, которое есть. Мы всегда рады туда ехать, мы с улыбками всегда возвращаемся, с новыми впечатлениями. Это очень теплый дом, в котором принимают, правда, всегда с такой душой, в который ты можешь обратиться, ну, за любой, как бы, что бы ты ни сказал, там не будут на тобой что-то как-то смеяться, а просто поддерживать тебя в любую минуту. Очень много друзей. В разные годы разные друзья, но вот в последний год, после поездки на Ауатхару, набралось очень много ребят, с которыми я до сих пор поддерживаю связь, и, собственно, они сейчас находятся здесь. Для меня очень сложно было вообще общаться, вот найти общий язык со своими сверстниками, очень сложно. И в доме юношества мне очень сильно помогли. Это место, где можно раскрыться, и это очень помогает мне, потому что я хочу поступить в АГУ, на педагогический факультет, и, думаю, при общении с детьми мне это очень сильно поможет. Право на имя и гражданство, на защиту и медицину, на информацию и обучение, на отдых и досуг имеет каждый ребенок на планете согласно Конвенции ООН. И, наверное, самое главное право ребенка – это право на семью. Каждый взрослый должен помнить об этом, и в век высоких технологий не забывать дарить детям то, в чем они больше всего нуждаются – внимание и заботу. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32 градуса, температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok